Совсем скоро дети пойдут в школу. Пока же по школам ходят взрослые. Сегодня глава столицы Чуваша и представители управления образования лично проверили, как в учебных заведениях подготовились к первому сентября. Верится слабо, но уже через шесть дней разрушенный вход школы номер три превратится в красивое школьное крыльцо. Это пообещали строители. Говорят, закончили бы намного раньше, но вскрылись непредвиденные обстоятельства. Когда вскрыли крышу, оказалось, что вся крыша гнилая полностью. В смете заложена была замена частичной обрешетки 20 квадратов и полностью накрыть профнастил по новой. Потом поднялся вопрос, что так оставлять нельзя. Потом составлялась новая смета, техзадание, рассчитывалась вот эта конструкция полностью. Неделю назад нам утвердили все, и мы начали работать. Первый сентябрь закончим. Первый сентябрь закончим. Закончим. Сегодня крышу закроем. Крышу может и закроют, а вот другие пробелы в подготовке здания устранить так быстро не получится. Чтобы высказать свое мнение, Леонид Черкесов, директор школы и представитель управления образования, отозвал в сторону на пару ласковых. Однако, признал, школа старая, проблем действительно накопилось много. Школу требует внимания. Надо вкладывать средства. Работы, которые были запланированы, они не закончены. Вот подрядчики говорят, что закончим первым сентября. Два дня еще говорят, но всегда это сколько-то не хватает. Хотя 15 августа все они должны бы, работы были завершены. Средства из городской казны учебным заведением выделяют в срок. Однако школа номер три не единственная, где не успели к проверке. В 2013 году Чебоксарская гимназия номер два отметила полувековой юбилей. Все это время у школы не было своей спортивной площадки. И вот в этом году ее должны были сделать. Однако пока на месте ограждения будущей площадки только дыры в асфальте. Ждали пять десятков лет, подождут еще немного. Вероятно, решили подрядчики и пообещали, в сентябре все будет готово. Конечно, плохое бросается в глаза сразу, но и положительные изменения в гимназии тоже есть. В второй гимназии большой объем работ проведен. Внутри вот эти впреди в площадка сделаны, столовый порядок приведен. Много они средств вложили, инженерные сети. И трубы холодного, горячего, водоснабжения поменяли. Кроме того, здесь обновили вход. В целом к приему детей учебное заведение готово. В школе имени Андрея Николаева успели закончить практически все работы, какие планировали. Главной проблемой была старая крыша. В этом году нам было выделено на общестроительные работы для школы миллион. Во время конкурса, значит, фирма, которая выиграла, это СУ-11, они сбросили определенные суммы, и у нас осталось 789 тысяч. На эти деньги у нас была заменена верхняя разводка на чердаке, потому что это очень важный момент. В отличие, может быть, от вновь построенной школы, у нас тепло идет с чердака вниз. И получалось так, что третий этаж у нас – это Африка, второй этаж – это умеренный климат, а вот первый этаж, где в основном учатся начальные классы, было очень холодно. Сейчас вычитать и умножать, и вообще делать все, чему учат в школе, детям будет тепло и комфортно. Кроме того, здесь отремонтировали туалеты и главный фасад здания. Кстати, работы будут продолжаться и во время учебного года в рамках программы «Доступная среда». В школе есть ученики, которые занимаются дистанционно, и когда они приходят в школу на мероприятия или консультации, для них должны быть созданы подходящие условия. Так или иначе, до дня знаний осталось меньше недели. Нерадивые подрядчики, которые сорвали сроки по неуважительным причинам, поплатятся рублем, отметил глава города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова